На Ямале впервые ликвидирована подпольная лаборатория по производству наркотических средств. Ее деятельность пресечена на начальном этапе производства, планируемого в будущем в широких масштабах. Экспертиза установила в лаборатории наличие 12 видов наркотических средств, как синтетического, так и растительного происхождения. Общая масса изъятых наркотиков составила более 4 килограммов. Возбуждено уголовное дело. В настоящее время ведется следствие. Как сообщается на официальном сайте окружного госнаркоконтроля, лаборатория предназначалась для изготовления синтетических психоактивных веществ – спайсов. Более 300 пакетиков этого зелья было изъято и в Губкинском. По оперативным данным, наркотики пытался распространить иностранный гражданин. Чем опасны спайсы и какие меры профилактики предпринимают в городе для пресечения распространения наркотиков в репортаже Елены Каниной? Спайсы. По-другому их еще называют дизайнерские наркотики. Их состав всегда меняется, да и разводят эти смеси на глазок. Поэтому действие таких веществ предсказать сложно. Зачастую уже первая доза может стать последней. По нашим свиданиям, это новые наркотики, уже являющиеся наркотическими средствами, они известны соответствующим органам, внесены в список запрещенных веществ на территории Российской Федерации. При этом они имеют пагубные последствия, и при их передозировке или при употреблении в совокупности с другими препаратами, алкоголем или лекарственными препаратами, могут быть ритуальные исходы. По словам Ростислава Исаева, новая синтетика действует мгновенно. В течение нескольких часов могут случиться необратимые последствия. Несколько месяцев назад в соседнем Пурпе от спальса погибли два молодых человека. Еще троих успели спасти врачей. В городе Губинском есть такие отравления. Три случая уже установлены, когда лица попали в медицинские учреждения. Последствия потребления химии не безобидны. В первую очередь наркотик поражает головной мозг и нервную систему. Человек, принимающий курительные смеси, подвергается паническим атакам. Когда человек употребил высокую дозу наркотика, либо организм его не справился с синтетикацией, могут быть галлюцинации. Галлюцинации обычно устрашающие. Либо это преследование, либо это угроза убийства. У многих молодых людей сформировалось мнение, что предлагаемые курительные смеси представляют собой набор разных трав растительного происхождения, которые не вызывают привыкания организма. Но медики утверждают обратное. Зависимость от спайсов появляется уже после первого употребления. Например, как у нашего героя. О действии этого вещества молодой человек знает не понаслышке. Наркотическое искушение в его жизни появилось давно. Много лет назад я сидел у друзей, пришел наш знакомый. Он предложил попробовать наркотик спайс. Принес, сказал, что будет весело, будет хорошо. После применения синтетических наркотиков у молодого человека начались проблемы со здоровьем. Появились признаки паранойи. Попытки суицида не были, но был страх. Было страшно. В голову лезли всякие дурные мысли, что я умру или еще что-нибудь. Сегодня этот молодой человек полностью избавился от пагудного пристрастия без помощи медиков. Однако большинство употребляющих спайса самостоятельно победить наркозависимость не в силах. На учете за первый квартал 2015 года, на профучете непосредственно отметить, стало 37 человек. То есть, в общем, с диагнозом наркомания стоит 39 человек в наркологии. По поводу уголовного дела возбужденных по факту НОН непосредственно хранения сбыта, 21 уголовное дело. Это по непосредственно ОМВД по городу Губкинского, не беря цифры наркоконтроля. В апреле этого года в Губкинском был задержан гражданин Украины, причастный к распространению синтетического зелья. У него было изъято более 300 пакетиков с химией, приготовленное для сбыта общей массой около 350 грамм. В настоящий момент в отношении этого гражданина возбуждено уголовное дело. Статья 228 А.1, то есть сбыт наркотических средств, включает в себя 4 части. 1, 3, 4, 5, соответственно, то есть санкции статьи предусматривают лишение свободы от 4 до 20 лет. То есть это достаточно большие сроки, и сбытчикам, я думаю, стоит задуматься. По словам наркополицейских, борьба с распространением и пропагандой наркотиков и психотропных веществ входит в число приоритетных направлений. Эту проблему на прошлой неделе остро обсуждали на антинаркотической комиссии. В ходе заседания наркоборцы решили усилить профилактику среди молодежи, а также обратить внимание на пропаганду здорового образа жизни. По словам председателя комиссии Владимира Яневича, только общими усилиями можно препятствовать распространению наркотиков. Елена Канина, Денис Гимп, Олег Семагин, Новости Губкинского. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова